всем здравствуйте сегодня мы с вами посмотрим расклад который я назвала чему я учусь сейчас и как я себя в этом ощущаю посмотрим чему вы учитесь можно будет еще даже посмотреть у кого ну посмотрим как пойдет расклад у меня нет готовых вопросов посмотрим как в потоке все пойдет хочу поблагодарить за донаты все те кто присылает также хочу поблагодарить спонсоров первого уровня то что подписываетесь на спонсорство и конечно же всех благодарю за супер спасибо все эти ваши подарки как благодарности моему труду мне очень очень приятно и еще один такой момент недавно я просто не успел ну недавно наверное недели две-три назад может быть вы обратили внимание что youtube стал предлагать всем зарегистрированным на ютюбе участникам свои имена и те кто из вас не выбрал для себя и да вот как ник вашего канала то есть ваши подписки за вас это сделал youtube и как правило он делает там название юзер например да как пользователь и дальше идут какие-то цифры и непонятные знаки и символы если вы не выбрали для себя имя да то вы в любой момент это можете сделать как это сделать поищите на ютюбе есть ролики где вам объясняет куда и что нужно нажать потому что но если вам не принципиально да то можете оставаться под такими символами вот если хотите вернуть свое имя и фамилия как было раньше дату вы можете просто выбрать для своего канала имя даже если допустим но вы ничего не выкладывать я просто зарегистрировались потому что иногда я читаю в комментариях и я не могу понять кто это да то есть имя этого человека как к нему обращаться вот поскольку в комментариях ну я привыкла все время как-то вот обращаться по имени ну наверное так правильно иногда как-то мне немножечко не комфортно но это так для вас для личного такого пользования на кто хочет он может изменить ими если нет и если вам все равно то окей на просто вот такие новшества на ютюбе я и хотела озвучить так время было вам дано да тайм кода есть в описании к видео до к любому моему ролику также есть ссылка мои услуги нажимаете переходите смотрите если вдруг вас заинтересовал какой-то мой продукт так какой-то курс какая-то моя услуга но вы не знаете подходит вам это или нет интересно вам будет или нет то на главной странице моего канала в разделе плейлистов есть плейлист который так и называется мои услуги зайдите пожалуйста в него и вы посмотрите что на все абсолютно услуги я открыла по одному двум занятиям из каждого моего курса в том числе и обучение таро вы можете посмотреть одно занятие полностью причем я не делала какие-то фрагменты непосредственно занятие такое как оно есть там если где-то час где-то полтора вот и дальше вы сможете для себя уже определиться нужно вам этот продукт покупать или нет интересен он вам интересно ли вам подачи или нет наверное я почаще буду про это говорить еще расскажу это в разделе плейлистов есть отдельный плейлист который называется мои услуги переходите на главную страницу выбирайте этот плейлист и смотрите что там в нем есть ну а мы с вами приступаем стороночку и так позиция номер один голубенький камешек и смотрим чему я учусь сейчас дьявол дьявол здесь достаточно многогранно может быть в этой колоде уже говорила неоднократно есть два дьявола этот дьявол говорит как раз таки про осознанность про понимание себя про проработку здесь он не про зависимость а наоборот про проработку себя своих теневых каких-то моментов про преодоление то здесь идет глубокое познание себя осознание себя принятия своей внутренней силой благодаря проработке теневых каких-то своих аспектах то есть здесь я могу сказать что вы работаете непосредственно с собой да со своими какими-то качествами которые вы возможно считаете как слабой своей стороной вы делаете осознаете их и делаете их более сильнее ну давайте уточним о чем речь идет тройка кубков здесь речь идет о большую легкости да возможно вы как-то вот пересматриваете свое взаимодействие с людьми либо вообще отношение к жизни если раньше она у вас было более таким каким-то серьезным возможно вы как-то не то чтобы претензии предъявляли да но как-то вот достаточно серьезно относились к людям поведением может быть вам было непонятно почему люди ведут себя как-то иногда поверхностно да не задумываются если намного глубже человек то сейчас вы как будто бы вот эту вот свою теневую сторону до которую ранее не принимали легкости может быть какой-то непосредственности может быть некой даже и безответственности в чем-то то есть наоборот если вы человек слишком ответственный да и вам казалось что общение с людьми она тоже несет какую-то свою ответственность плане того что вы скажете как вы скажете как вас поймут вы проще говоря заморачивались то сейчас вы как раз таки прорабатываете другую сторону другую сторону медали где может быть уже не обращаете внимание на какие-то недостатки возможно других людей на какое-то поведение как-то более снисходительно что ли намного более гибкие я бы так сказала лояльные по отношению к другим людям то есть нету уже вот этой требовательности да в плане того что ну вот я же это прошел я же это сделал я же так смог почему ты не можешь так например я забочусь о том будет у тебя ли там все хорошо да если вы общаетесь с человеком например либо я интересуюсь как у тебя там жизни что происходит а ты например ну в обратную сторону вы ничего такого не получаете то сейчас вы как-то более более мягко что ли к этому стали относиться более легче вашей жизни появился больше общения да я бы так сказала с разными абсолютно людьми да и здесь вот присутствует вот это вот легкость праздник и возможно впервые вы как-то научились ценить даже здесь не про ценность а про то что замечать да то что вы имеете в данный момент то есть как-то вот больше радоваться да здесь больше радости больше праздника от своих каких-то достижений пускай они будут маленькие небольшие но вот вы как-то научились их замечать то есть раньше у вас были какие-то требования к себе что пока я не достигну какой-то цели да я не могу как-то радоваться что ли за это а сейчас какие-то промежуточные этапы на пути к своей цели вот вы уже как-то радуетесь больше делитесь возможно с людьми больше открытыми стали так еще чему вы учитесь о чем нам здесь говорит семерка педаклей говорит про выбор да что здесь с этим выбором мне такое ощущение что вы перестали то есть раньше у вас была такая черта характера когда вы ждали что что-то произойдет само собой то есть не брали возможно они не совершали какой-то выбор потому что вам не знаю может быть боялись последствия сделанного вам выборы и вы как будто бы этот выбор предоставляли либо другой стороне либо высшим силам до что вот ну само собой ситуации как-то развернется да либо если был какой-то например конфликт какая-то ссора разногласия да то вы не были тем человеком который совершал первый шаг на сторону примирения но при этом вы были открыты то есть вы ждали что если например другая сторона даже как-то вот сделает первый шаг туда тоже я пойду на примирение не потому что вы не хотели этого примирения а потому что вы просто не делали этот первый шаг либо если вот например не нужно было ответственность у вас есть отношения взаимоотношения например с человеком и вы ждали когда этот человек предложит вам что-то например да когда вот вы будете не знаю перейдете на более серьезные отношения то есть у вас нету вот этого вот момента когда я беру эту ответственности я я предлагаю например да что ты думаешь два сядем поговорим как например будет развиваться дальше наши отношения то есть вы такого не делали потому что вас были какие-то на этот счет свои убеждения да и но вы больше здесь не про перекладывание ответственность а скорее всего про предлагали другой стороне чтоб она совершила выбор а потом уже когда вам предложат да вы уже будете решать что с этим делать но первыми вы как будто бы не совершали это шаг очень долго могли как-то ждать терпеть вот у вас есть этот момент да когда вот прям до последней до последнего момента до хочется сказать я буду ждать что вдруг что-то изменится то сейчас вы учитесь сделать выбор то есть если вам что-то не нравится вы про это сразу говорите это сразу озвучивать если вы что-то хотите вы тоже об этом озвучиваете то есть вам не нужно ждать до момента кипения здесь вопрос ожиданий вы прорабатываете и как он называется выбор 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 даже не в сторону только других людей а вообще выбор касательно вас вашей собственной жизни тоже что я хочу в жизни до чего я ожидаю от себя каким человеком я хочу стать к чему я стремлюсь на то здесь очень много вопросов и по отношению к себе не только по отношению к другим людям но еще и по отношению к другим по отношению к себе так давайте теперь посмотрим на колодец тару сумасшедшего дома дома как вы себя ощущаете вот в этом обучение 21 аркан прекрасно вы себя ощущаете вы чувствуете что вы уже созрели что вы уже доросли что это идет какой-то вот это какой-то финальный до финальный этап финальный аккорд который вам нужно пройти и здесь ощущение так что вам нравится то что вы сейчас проживаете потому что вы понимаете что это поможет вам вот на вашем этапе развитие эволюции вашей души да это вот прям необходимый такой шаг но здесь в этом шаге нету тяжести нету груза то есть вы это делаете с огромным удовольствием да здесь что-то новое для вас вы во всем этом процессе тоже раскрываете еще как вы себя ощущаете в этом ну королева педакли прекрасно есть такое ощущение что вот именно вот эта половина вашей жизни вот этот этап который вы сейчас проживаете эти уроки которые вы сейчас проходите они вам вам прям очень созвучны гармоничны вы прям чувствуете некую такую знаете окрыленность да потому что появляется стабильность потому что появляется какая-то прочная опора под ногами это вот то к чему возможно вы стремились на какая-то ясность уверенность здесь присутствует безопасность потому что аркан мира у нас как раз таки говорит про безопасность про единение да и вот королева педакли как разки говорит о том что мне безопасно именно в том состоянии в котором я сейчас нахожусь комфортно то есть такое ощущение что вы стали плотно и либо прочно стоять на ногах и вот это вот чувство знаете заботы о самом себе либо самой себе она вам очень 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 нравится да здесь вот такое ощущение что человек наслаждается созданием комфорт уюта вот именно с твоей жизни вот это ваш выбор да он приводит к тому что вы радуетесь наслаждать здесь не про радость а про наслаждение удовольствие той жизни как она у вас складывается но при этом вот то как складывается это является следствием вашего выбора осознанного либо неосознанного выбора который был сделан буквально недавно и вот то что вы сейчас получаете вам это нравится здесь вот прям ощущение удовлетворения идет хорошо давайте посмотрим а чему возможно вы учитесь сейчас других людей а чему обучаете ну вы им показываете перспективы перспективы возможно если это например касается профессиональной сферы да обучаете как заключать какие-то сделки да как делать ну заключать подписывать какие-то договора да здесь перспектива есть причем не просто перспективы на которые вы смотрите а именно перспектива в плане как раз таки того что вот посмотри я научился делать выбор и вот мой результат и вы как будто бы другим людям показываете что если и ты будешь сделать выбор то из шагнешь в этот выбор примешь его да то перед тобой откроется такие же перспективы как допустим вот как я ощущаю по себя по аркану мира горизонты у меня открыты и у тебя это будет так ощущение того что сначала вы проживаете какой-то опыт а потом аналогичный опыт вы показываете другим людям чему еще вы учите других людей ну вот смотрите начинали с дьявола да а здесь аркана башни но это альтернатива аркана башни как раз таки говорит про самоуверенность да про негативный момент про гордыню что это вот ни к чему не приводит и вот вы как будто бы опять таки через самого себя да то есть показывая свой теневой аспект который вы прорабатываете один из вы таким же образом показываете что вот чрезмертная самоуверенность к чему она может привести да то есть к чему приводит гордыня человека каким разрушающим моментом как нужно выстраивать если например мы говорим про коммуникацию и про общение как нужно выстраивать взаимоотношения либо коммуникацию с другими людьми таким образом чтобы не возвышаться над ними с одной стороны и не быть чрезмерно уверенным почему потому что вот это вот уверенность это хорошо но все что идет сверх нормы все что идет сверх баланса либо в одну либо другую сторону это достаточно разрушающие и вот вы показываете людям их разрушающие моменты не потому что они как-то вот осознанно да стремятся быть горделивыми а наоборот именно теневые аспекты до которые были у вас вы сейчас подсвечиваете другим людям и говорите что вот у меня так было посмотри может быть и у тебя потому что меня это привело к разрушению от тебя к чему это приведет на может быть то что те убеждения которые есть на данный момент у тебя они тоже ну не совсем плодотворные что ли если так можно сказать то есть по сути вы сначала проходите какой-то опыт а потом я не могу сказать что осознанно обучается но возможно это вашей профессии если нет то здесь как будто бы делитесь я бы сказала своим опытом до приведи приводя себя в пример как другие люди себя ощущают вот через то что чем вы их почему вы их обучаете ну им дискомфортно безусловно когда у тебя есть гордыня и у тебя нету осознания этой гордыни причем гордыни это не обязательно как мы говорим какой-то вот тщеславие может быть до либо там гордыня гордость здесь еще могут быть такие моменты когда человек не не находится в балансе не находится в гармонии вот его периодически на качелях мотает в одну сторону то в другую сторону и вот его когда вы начинаете подсвечивать какие-то негативные моменты это не очень нравится людям да и они как-то закрываются да но здесь может быть вот это вот закрытие и отдаление уединения она может быть связано еще и с тем что люди начинают задумываться да то есть это не всегда какой-то такой вот негативный аспект когда я не хочу никого слушать да вот я закрылся ничего не надо я сам знаю что есть хорошо а что есть плохо здесь возможно вот вы являетесь как неким таким маяком да вот этим вот окошком светом когда подсвечиваете вот одну сторону а другую сторону человек должен сам подсветить и для этого он уединяется для того чтобы созидать для того чтобы найти ответы на свои вопросы то есть вы вызываете некое такое отшельничество у людей заставляете их задумываться ну вот конечно же королева кубков которая говорит о том что это вызывает у кого-то возможно некую такую тревожность возможно не совсем приятные эмоции с другой стороны здесь люди могут быть чувствительны и ранимы но еще расскажу если есть гордыня конечно же когда бьешь по гордыне по нашему эго да это всегда больно причем больно становится нашему эго не на а вот нашему эго то есть то что мы думаем от себе да потому что вот эта вот картинка на разрушается то есть у меня было одно представление о себе а пришел кто-то мне показалось совсем другое мне это не нравится мне это неприятно мне от этого становится больно поэтому королева кубков нам говорит о том что вы вызываете эмоции давайте посмотрим уточним какие эмоции вот эмоции с одной стороны неприятные потому что сложно принять какую-то информацию о себе еще расскажу я не вижу чтобы здесь был допустим и рафан какой-то назидательное до момент здесь происходит а что вот вы как-то вот насильно кого-то обучать и нет возможно это просто в рассказе вы что-то рассказываете о себе и у человека идет некий такой отклик и это его очень ранее то есть ваших словах он видит какое-то свое больное место то что его триггерит то что его цепляет на пятерка мечей да это вот видно здесь такая болезненная карта что когда я смотрю в зеркало до в своем свое отражение и она мне не нравится мне от того что мне не нравится да я я я это не принимаю мне хочется вот ударить своему отражению до того что я не принимаю на болезненное но отвратительное и она вызывает во мне и агрессию и я эту агрессию выражаю но ведь это отражение есть мы сами это вызывает у нас вот это вот момент знаете самообичевание не принятия себя вот этой жертвенности здесь вот эти вот эмоции как раз ки чрезмерной чувствительности ну пример например вы можете рассказывать людям как было вашей жизни когда вы например состояли в созависимых отношениях к примеру либо вы можете говорить о своей жизни о том когда вы были слабым человеком и из-за этого вы нас например не было финансового положения устойчивого и как вам с этим было дискомфортно и потом вы рассказываете а что вы сделали для того чтобы извинить свою позицию и возможно предлагаетесь человеку тоже посмотреть в этом направлении и вот первая реакция человека потому что задевает наши устой до наше убеждение это конечно же отрицание нет у меня не получится и это пробовал и это вот не работает и в дальнейшем вот идет вот это вот внутренняя борьба да по пятерке мечей который вынуждает нас выйти из состояния бездействия до когда я чувствую себя немощными я чувствую себя не состоявшимся что у меня не получится и идем уже после пятерки мечи у нас идет шестерка мечей когда я изменяю свои какие-то убеждения оставляю их позади и иду в абсолютно новое то есть у меня есть уже готовность но здесь вот нужно пройти вот это вот болезненный этап по пятерке мечей подытожью скажу что вы вызываете не очень приятные ощущения у людей особенно если это касается вашей например профессии то не удивляйтесь что люди не очень охотно идут клиенты к вам потому что вы делаете им больно неосознанно вот потому что любая трансформация перемен она всегда идет через некую такую боль почему потому что у нас идет разрушение нашего привычного устоя а это не неприятно поэтому вы вызываете неприятные ощущения но результат наверняка будет я не буду сейчас смотреть но результат наверняка у этих людей будет позитивный если они решатся на какие-то перемены по крайней мере вы заставляете их задуматься по отшельнику это уже говорит о многом да то есть некие такие семена все эти вы жизни это такая у меня была значит первая позиция я соберу карты так прежде чем перейдем к двоечкам кто не смотрел вступление в разделе плейлистов на моем канале на главной странице есть плейлист под названием мои услуги зайдите туда посмотрите бесплатные занятия которые я открыла по каждому своему курсу потому что скоро у меня будет распродажа и вот чтобы вы имели ввиду какие курсы и содержание этих курсов стоит ли вам это приобретать или нет а мы с вами переходим позиции номер два красненькому к вам мешку двоечки приветствую вас давайте посмотрим чему вы учитесь в моменте здесь и сейчас восьмерка жезлов здесь идет идут вопросы разбития коммуникации очень быстрого ума да то есть ваши мысли такие достаточно скоростные мучка беглой да почему-то бегают есть какое-то движение до вашем интеллектуальном плане связанная с какими-то новыми возможностями то есть вы для себя хотите сейчас здесь что-то новое начать возможно что-то новое изучить чем связан здесь этот шанс ну возможно вам необходима какая-то помощь либо вы хотите предложить эту помощь другим людям да возможно ищите какой-то шанс взаимодействия с людьми возможно профессиональной сфере да то есть как предлагаете свои какие-то услуги предлагаете свои продукты либо здесь идет забота каком-то человеке то есть чем бы вы не занимались сейчас на данном этапе у вас очень активное сейчас идет мышление то есть очень много думаете да здесь вот пока не на ментальном они на физическом плане на идет развитие действий а именно на уровне идей да то есть к вам приходят какие-то идеи приходят какие-то мысли вы их очень активно рассматриваете обдумываете но это все связано с какими-то новыми возможностями и новыми новшествами да возможно которые вы хотите привнести о чем здесь говорит шут двойка кубков но возможно здесь для кого-то будет актуально если мы говорим про про учебу да либо выстраивание взаимоотношений с противоположным полом возможно с вашим полом то есть здесь может касаться дружбы может касаться не какого-то такого партнерства договоренности но однозначно это то что принесет вам внутреннее какое-то удовлетворение то есть возможно вы хотите научиться устраивать гармоничное взаимодействие с людьми на то есть не обязательно здесь с каким-то конкретным человеком не буду к этому привязываться а вообще либо здесь есть какие-то мысли по поводу того как я вообще могу быть гармоничным человеком внутри себя да то есть как сделать так чтобы у меня на душе было все хорошо ну вот и при этом я могла жить либо мог жить и идти по жизни таким образом чтобы внешние факторы на меня как-то не очень-то влияли да потому что вот знаете как будто бы найти какую-то свою устойчивую платформу внутри себя какой-то вот вашу внутренний стежень о чем здесь говорит гармония ну вот опять туз да говорящая здесь о каких-то новых начинаниях идет речь с чем в какой сфере это может быть пашкубков ну это может у кого есть дети это может касаться детей да то есть вы очень активно думаете об этом либо это может касаться каких-то вот желаний да но однозначно каких-то новых предложений здесь идеи здесь вы обдумываете какие-то новые идеи я не могу сказать какой конкретно здесь сфере ну скорее всего в личной но в личной не в плане отношения а в плане того что касается вас я бы сказал так саморазвитие да либо вот самопознание яркости красок жизни да то есть вот здесь все что связано с вашим эмоциональным фоном хорошо то здесь вы учитесь учитесь как взаимодействовать с людьми по-новому давайте посмотрим как вы себя ощущаете в этом посмотрим на колоде таро сумасшедшего дома как вы себя ощущаете в этом четверка мечей смотрите как интересно четверка мечей здесь тоже говорит о неком таком сне да когда человек во сне начинает там летать до полет то есть ощущение вот именно на уровне бессознательно то что я и сказала да здесь вот как в голове больше на тонком плане ощущаете себя достаточно спокойно то есть до тех пор пока вы не взаимодействуете с людьми да вот внутри себя находится может быть о чем-то думаете размышляете как я уже говорила ранее то что-то себе представляете вам в этом хорошо да вы ощущаете некую такую легкость окрыленность некий полет но стоит только как-то начать взаимодействие с людьми да это вот выбивает вас из этого комфортного состояния поэтому здесь и речь идет о том что вы учитесь как раз таки взаимодействие с людьми таким образом чтобы вас не выбивала из вашего баланса из вашей гармонии еще как вы себя ощущаете в этом моменте обучения но вот тройка жезлов тоже аркан сам по себе говорящий такой достаточно да то есть здесь стены вот и сумасшедших рисует это здесь вот прям такой поток идет поток идей до творческих каких-то мыслей здесь из изрисованы до все стены только вот одно окно где человек не может что-то нарисовать то есть это вот какой-то поток который невозможно остановить поток идей человек находится в движении то есть это настолько вас захватывает в этом присутствует некая такая активность вам это очень-очень нравится эти мысли ресурмичей до сальвадор дали здесь изображен но вот здесь такое знаете не знаю с чем связано с праздниками не с праздниками но сейчас такой какой-то вот этап очень творческий да когда вы нацелены на то чтобы воплотить какие-то свои мысли задумки здесь не обязательно только касается творчество это может быть касаться и бытовой жизни да например там найти какие-то новые источники заработка либо еще что-то сделать но вот вы как будто бы погружены активность то есть а может быть это и касается и подготовки к праздникам да мне не знаю может быть вместе с детьми как раз если ребенок вышел вместе с детьми может там не знаю вырезаете какие-нибудь снежинки клеите на окна украшу украшаете там елку либо квартиру вот что-то такое то есть вы здесь вас какой-то поток поглотил да но это платок поток творческий поток активности то есть то как будто бы вы не можете этому препятствовать здесь очень много идей и всего-всего хочется сделать причем эти идеи они какие-то не стандартные они не обычны так давайте теперь посмотрим а чему вы учите других чему учитесь вы мы посмотрели а если что-то чему вы учите других здесь несколько вариантов либо вы не учите ничему других людей дам либо есть какая-то тайна то есть вы скрываете о том что вы кого-то обучаете то есть это может быть я не знаю взяли себе какого-нибудь ученика и про это никто не знает то есть даже ваши домашние либо вы обучаете именно чему-то такому сакральному до сокровенному скрытому от общего глаз людей то есть то что невозможно потрогать то есть здесь не ощутимые здесь возможно какую-то информацию передаете да что-то такое какие-то знания тоже вы передаете что это за знание ну касательно как раз таки того как вы можете особенно если вы женщина как вы можете быть изобильным это может быть там не не знаю если у вас хорошо получается домашнее хозяйство ввести до можете там не знаю пироги хорошо печь печеньки какие-нибудь украшения делай да то вот вы как раз таки этому и обучаете то есть то что поможет человеку наполнится на то здесь про изобилие изобилие не обязательно финансовом плане но изобилие именно на состоянии души как человек как человек себя в этом ощущает да то есть те люди которых вы обучаете чему вы тут обучаете вы знаете сами как они себя ощущают ну они ощущают себя по пожилок кубков да как маленький ребенок опять-таки пошли повторе как маленький был может вы обучаете людей младше вас по возрасту да такое тоже может быть а будьте внимательны они вам очень доверяют эти люди они открытые к вам да то есть они верят в то чему вы их обучаете очень чувствительные ранимые им нравится но я не могу сказать что здесь если вы передаете какие-то знания что здесь есть прям любовь к этому делу но однозначно есть интерес есть вовлеченность и человек либо люди которых вы тут обучаете да они пропускают всю вот эту вот информацию через себя через чувственный аспект на то есть для них важно именно познание мира через ощущение еще как они себя ощущают паши мечей да очень внимательны да я бы так сказала планы строит внимают вашим словам однозначно думают не все им понятно но большей степени это люди которые я бы сказала как-то вот наблюдают да больше наблюдают и если вы ожидаете если это например ваши ученики и вы ожидаете что они будут совершать какие-то действия я бы сказала что здесь нету действий они больше вот как знаете на уровне ощущений что ли вот внимают тому что вы говорите да но пока не практикует если для вас это важно если это не ученики а вообще люди то иногда может быть что они с чем-то с вами не согласны вот но и вам про это говорят говорят открыто иногда может вас вам это быть как-то неприятно но хочется сказать что вот они говорят как-то свою правду немножко резко но говорят свою правду но в общем им приятно да вот аркан солнце тоже опять-таки детские детский момент может вы с детьми работаете да и вот кто-то может быть капризничать да если это действительно дети кто-то может как-то не соглашаться с вами но им нравится нравится потому что есть вот эта вот энергия радости легкости игривости некой такой светлая светлая энергия им нравится давайте так скажу не совсем они согласны не не все они будут делать и большинстве своем просто слушают и ничего не делают вот но энергии в которых в которой вы их погружаете им нравится вот такой у меня был и 2 2 1 к 2 позиция всем говорю 2 1 2 позиция двоечки благодарю вас за внимание благодарю за внимание так красный камешек а мы с вами переходим позиции номер 3 зелененькому камешку троечки приветствую вас напоминаю если вы не смотрели вступление на главной странице моего канала есть плейлист который называется мои услуги я предлагаю вам зайти в него посмотреть занятия которые я открыла по всем моим курсом потому что ближайшее время будет распродажа зайдите посмотрите чтобы понять стоит ли вам приобретать тот или иной курс потому что очень часто слышу что курсы мои такие достаточно сложные вот информация может быть по сути своей она и сложная но формат подачи достаточно легкий уже торопится смотреть поэтому немножечко мне кажется на мой взгляд точно правду говоря несправедливо когда говоря что информация тяжелая я всегда стараюсь доносить непонятным языком даже самые такие сложные философские моменты так но давайте присмотр по приступим посмотрим троечки чему вы учитесь сейчас чему вы учитесь сейчас ну как обычно тройки такие трудолюбивые люди до восьмерка педакли говорит о том что полностью погружены в рабочий какой-то процесс либо заняты своей бытовой жизнью обыденной той которой есть присутствует рутина что именно десятка кубков говорит о том что сейчас вы учитесь получать удовольствие получать удовольствие то есть работать не ради денег и заниматься например бы там не ради того что нужно да есть какие-то обязательства а вы учитесь быть счастливыми наполняться эмоционально от того чем вы занимаетесь если у вас есть какое-то дело то вы сейчас на данный момент учитесь получать удовольствие то есть делать все с удовольствием в кайф либо если здесь кто-то выстраивает какие-то личные взаимоотношения семейного порядка да то здесь вот вы как будто бы работаете над выстраиванием этих отношений да то есть стараетесь прикладываете усилия вот но однозначно чем бы вы не занимались это это приносит вам удовольствие что десятка кубков говорит про успеха она говорит про удачу про наполнилась про счастье про достижение того что было задумано то на чем вы уже работаете долгое время это не новое какое-то делает то на чем вы работаете долгое время вот рыцарь педагрик краски подтверждает и говорит о том что вы очень скрупулезно подходите к этому делу до идете вот присутствует какая-то поступательность последовательность вашего дела и возможно это уже начинает приносить вам какие-то блага какие-то доходы и это вам нравится это то на чем вы чему вы сейчас обучаете то есть если этого еще нет дату вы по крайней мере к этому стремитесь и этому обучаетесь как делать так чтобы работа вам была в кайф ну либо рутина не нагружала вас так а приносила наоборот удовольствие как вы себя при этом ощущаете давайте посмотрим как вы себя при этом ощущаете ну туса мечей говорит что вам не совсем в этом комфортно да очень часто вы как-то сказать немножечко жалуетесь на не буду говорить много немножечко не жалуетесь на на то что вот вы прикладываете какие-то усилия а вместо того чтобы получать результаты да у вас есть такое ощущение что вас еще иногда сверху и наказывает то есть я вроде бы делаю то что нужно да так как нужно вот нам все равно сталкиваетесь с теми моментами когда сами ситуации вас как-то ранят и вот вы в этом моменте немножечко чувствительны на как-то жалуетесь а на что вы здесь жалуетесь десятка монет здесь этот аркан говорит о том что это аркан наследие до десятка монет в этой колоде таро сумасшедшего дома это аркан наследие да когда человек уже отходит в мир иной вот здесь значит лестница изображена он уходит ушел в мир иной и оставил за собой свое наследие и от вас исключительно зависит что вы будете делать с этим наследием возьмете вы его как опыта перед будете ли вы перенимать и пользоваться например как некое такое завещание это я не говорю сейчас о том что кто-то умер я поясняю этот аркан либо вы откажетесь да то есть здесь может быть вот это вот то что вы жалуетесь да она может касаться того что нету помощи да нету помощи поддержки возможно от семи то есть здесь вот вопрос мы говорим до семейности он вас присутствует как ценность так или иначе здесь может присутствовать вот такое некое не то чтобы негодование это прям сильно сказано одессе иногда такая какое-то недовольство до недовольство тем что ну вот меня никто не поддерживает мне никто не помогает причем помощь именно от близких и родных людей либо здесь наоборот вам идет как подсказка того что вот если бы вы обратили за помощью к вашей семье и то что вы подразумеваете как ценность семья потому что у кого-то это могут быть просто люди с которыми вы проводите очень много времени они для вас стали очень близкими то есть здесь не обязательно кровная связь вот перенять попросить у них о помощи перенять их опыт потому что здесь такое ощущение то к чему вы стремитесь есть уже люди которые давно этого достигли но вы почему-то по каким-то своим а вот здесь вот тут уже у мечей по каким-то своим соображением хотите самостоятельно протоптать ту дорожку ту тропинку которая уже протоптана до вас многим другим но вот здесь знаете какой-то такой детский максимализм когда вы говорите я я сам я сам я сам справлюсь я сам сделала вот ну и вам говорят ноги есть исправишься вперед дерзай тебя останавливать никто не будет и вы понимаете что вам это сложно но вот я не могу сказать что здесь какой-то эгоизм до присутствует но такое чувство до что вот легких путей мы не выбираем ну окей может быть это ваша ваш такой характер то что вам так комфортнее то есть вы как будто бы отказываетесь от некой такой помощи да и дерзайте по этому пути самостоятельно либо вам наоборот говорится здесь как подсказка что нужно попросить помощи либо третий вариант вам эту помощь не не дают да и вот вам от этого становится достаточно трудно тяжело вот но хочется сказать чтобы каким-то причинам да вот в трех берез когда как-то заблудились заблудились давайте еще вот еще один окна посмотрим как вы себя ощущаете вот в этих уроках ну вот аркан смерти на любимый аркан троечек аркан смерти и дьявол два ваших любимых аркана аркан смерти говорит о том что именно через этот опыт вы ощущаете что идут какие-то изменения в вашем сознании на что что-то отмирает что-то осталось уже позади а что-то новое уже стучится потому что две десятки кубков эпидакли как раз таки говорят о том что уже вошли какие-то перемены вашу жизнь то есть тот момент когда вы закрываете дверь за собой до перед вами открываются какие-то новые горизонты и вы это ощущаете то есть внутри вас есть ощущение того что прошлое она уже осталось позади да либо сейчас остается то есть такое вот чувство что нет скорее всего здесь осталось то есть у вас есть уже осознание что завершилось что-то здесь завершилось и вы уже пришли к чему-то новому хорошо давайте посмотрим теперь если что то если что то чего чему вы учите других людей то есть не только мы учимся мужа искré напрямую либо косвенно очень других людей если что то что вы обучаете чему вы обучаете вот вы обучаете как раски стойкости безусловно с вашим характером то что я уже сказала да я вот я сам я полагаюсь на себя вы как раз таки этого и обучаете других людей точно на своем собственном примере вы показываете что как преодолеваясь трудности и сложности к чему я могу прийти то есть насколько меняется моя жизнь через трудности до которые вас закалили либо закаляют вы становитесь вот этой сталью внутри вас этого стержень то есть ваш остальной внутренний стержень который помогает вам дальше двигаться вот это вот опора на себя с одной стороны вот что я говорила я сам я сам с другой стороны ну то есть это может быть не совсем верно в каких-то моментах не всегда в каких-то моментах то есть можно облегчить себе путь вы этого не делайте потому что именно в этом для вас есть какой-то урок и вот вы вот этой стойкости до обучается других людей потому что заметьте здесь рыцарь педагли краски говорит о том что человек очень долгое время идет по своему пути он идет медленно но целенаправленно и в том направлении к той цели до которой он себе выбрал и он не меняет коней на переправе то есть он четко понимает что благодаря своей стойкостью он придет к тому что он хочет вопрос времени и вот этому вы как раз ки и обучаете людей то есть опираться на себя но если у вас есть дети вы им эту позицию транслируйте что не надо ждать ни от кого-то ничего да в том числе никакой помощи идеи делай сам добери и делай сам еще чему обучаете аркан луны а причем вы обучаетесь по малым арканом а людей обучаете по великим арканом то есть ваша значимость по отношению к другим людям до момент этого процесса обучения он намного значимый для то есть ваша роль для других людей обучаете аркану луны да то есть здесь вы можете учить людей как понять где есть ложь а где есть истина что есть иллюзия что есть реальность также вы можете обучать других людей не обращать внимание на внешние какие-то факторы на критику может быть вы говорите про этом что у вас должно быть свое собственное мнение свои собственные стежи не надо обращать на критику на мнение других людей да не слушайте других людей также показываете людям как правильно совершать выбор как понять кто есть твой друг а кто есть твой недруг да то есть как распознавать кто есть кто также здесь вы можете обучать людей как-то развивать интуицию либо прислушиваться вот к своему внутреннему какому-то голосу что еще здесь по луне может быть много моментов но вот главный основной как то вот связано с ложью обманом в том числе и самообманом как прояснять какие-то ситуации еще чему вы обучаете людей звезда смотрите три великих аркана да как эти вот здесь то что я говорила про интуицию уметь слышать свой внутренний голос дать и идти за своей мечтой то есть по сути что получается до абсолютно все три позиции говорят об одном и том же то есть сначала мы проходим какой-то опыт своей жизни а потом когда мы его уже распознали и сделали опытом то есть вот эту информацию сделали опытом и ее осознали мы этому можем обучать других людей на основе своего собственного опыта то есть когда я говорю про обучение это не обязательно вы берете учеников да то есть обучение это передача информации вы ее можете передавать своим детям своим близким можете как-то вот в разговоре с другими людьми когда обмениваетесь информации да вы можете рассказывать о своем собственном опыте как у вас было что было то есть вопрос обучения это передача информации неважно официально в плане того что вот вы наставник учителя у вас есть ученики либо это просто передача информации людям верить вы учите людей верить свои мечты верить свои надежды не просто фантазировать и мечтать а вы не показываете как можно достигать а как выбрать правильный путь тот который будет согласие с вашей душой с вашим внутренним и состоянием может быть здесь кто-то помогает определиться не люблю слово предназначение всегда про это говорю но он к сожалению понятен выбрать как-то вот определиться со своими задачами да по жизни вот не знаю может быть кому к примеру делаете там занимаетесь таро нумерологии дам матрицу прописываете либо работаете с дизайном человека то есть показывается либо астрологии да то есть показываете человеку по какому пути ему нужно идти если это не такого рода профессии да то это вообще может быть какие-то подсказки тренерство может быть наставничество то есть то что показывает указывает человеку на его дальнейший путь куда ему идти то есть как выйти до когда мы имеем внутреннюю стойкость имея внутреннюю опору свой стержень да как мы основываясь на свои на свой фундамент из созданной из ценности как мы можем преодолеть вот эти вот темные ночи нашей души и выйти к нашему желаемому да то есть как мы можем прийти к своей цели как мы можем прийти к своим мечтам и желаниям как при этом чувствую давайте посмотрим чувствуют люди как при этом чувствуют люди которых вы обучаете королева мечей на не не совсем комфортно да люди готовы меняться по королеве мечей люди готовы общаться они такие знаете достаточно зрелые я могу сказать да они заряд в корень очень умные люди эрудированные может быть люди но при этом вот люди которые скрывают свои эмоции у меня такое ощущение что они очень созвучны вашим энергиям то есть это те люди которые опираются больше на логику и на интеллект на свою рацию нежели опираются на эмоциональный какой-то фон как еще они могут кстати здесь изображена мата хари как еще они чувствуют себя но в принципе да ощущают себя победителем когда вы им то есть знаете здесь какие-то мотивационные моменты иду да вот в плане обучения не как будто бы мотивационные то есть вы можете находить правильные формулировки правильные мысли девизы помогать людям которые помогут им вот как-то поверить себя да вот здесь тоже еще по аркану звезды и стойкости как раз идет вот вот это вот вера в себя уверенность в себя и в дальнейшем как-то двигаться так как еще они могут ощущать себя ну и конечно же по тройке мечей да что где-то что-то у них забрали такое самое любимое самое такое ценное важное значимое что-то их может еще и огорчать с чем это связано что вы у них такое такого забираете стерка мечей что у них такого забираете знаете вы как будто бы не забираете возможность отступить назад да то есть вот когда что-то делаете да здесь как будто бы вы им говорите что вот ты принял решение все обратном пути нет то есть вы забираете у них шанс на отступление на какой-то побег и от этого им становится очень горько да то есть я не знаю допустим как человек начинает садиться на какую-то диету да и вот тренер мы четко говорит что вот все мучное нельзя сладкое нельзя а у них зависимость от этого им это очень сложно и от этого горестно что когда же эта диета наконец-таки закончится чтобы я смог вернуться к своему обычному привычному режиму питания да либо образу питания но при этом сбросив какие-то определенные килограммы то есть вот вы у них забираете что-то что не дает им вернуться назад как им с этим но туз монет говорит о том что хода может быть больно горестно но при этом именно вот какие-то такие жесткие здесь какие-то жесткие рамки присутствуют здесь присутствует холодность и дистанция но с другой стороны это вот включает них какой-то творческий момент момент туз туз монет как раз и говорит здесь изображен человек до который держит в руках кисти у него в голове цветут цветы то есть что-то такое в голове какие-то идеи на цветущие сады да то есть вы даете помогаете человеку войти в какой-то очень продуктивный поток который дает им вот идеи то есть с одной стороны да присутствует какая-то жесткость но с другой стороны она вот благодаря этой жесткости да человек как будто бы активируется активируется и начинает порождать какие-то свои идеи двойка жезлов да здесь говорит о том что он начинает видеть берега новые какие-то свои берега да и при этом очень хорошо анализирует то есть вы действительно помогаете людям увидеть то будущее которое они не видели без вашей помощи как-то так троечки благодарю и вас за внимание туда слушал до этого момента благодарю всех за комментарии за лайки за то что остаетесь со мной я вам очень-очень благодарна прощаюсь с вами на этом моменте до следующих раскладов всем пока пока